так интересный женский поединок нас ожидает здесь шевченко будет знаменитая уже фамилия в женских дивизионах но к сожалению не валентина а ее сестра антонина которой срочно нужно закрывать два поражения и поможет ей в этом кортни кейси боец легендарным рекордом практически как у артема лобова но когда-то можно сказать она неплохо даже выступала ну довольно крупный боец и стойка нормальная была там где-то побороться могла но к сожалению кардио начинает подводить и все больше и больше сейчас она находится на завершающей стадии своей карьеры и скорее всего ближайшее время это случится нот антонина шевченко несмотря на то что она идет на серии с двух поражений сейчас это поражение таким довольно таки крепким и перспективным бойцам особенно и у крайняя соперница и здесь можно сказать то что конечно это не валентина она не обладает таким набором навыков не в стойке не в партере но тем не менее это довольно неплохой уверенный середня который может и в стойке постоять может и побороться но все таки давай попробуем разобраться вот как ты думаешь сможет ли антонина закрыть свои поражения или же вот этот санитар леса кортни кейси отсеет ее и соответственно в и все антони не будет делать нечего да вот и таких бойцов называют с ним там рельефов всем к кого она выигрывает их увольняют потому что они не заслуживают быть в нем а мы команды мобэцы если вы хотите посмотреть разбор на поединке остальные в этом карте или смотреть непосредственно бои и самой и самим подготовиться к следующему турниру я вообще к любому другому турниру да просто стать лучше за как человек до вписывайтесь в наш бойцовский клуб диванных аналитиков да еще сегодня там вышла статья о том как не играть на эмоциях так что заходите и точнее как не ставить на эмоции да так что заходите ознакомливайтесь а что касается боя кортни кейси ну вы если смотрели ее последние поединке вы понимаете что человек сдает позиции потихоньку да и в принципе конечно не было никогда на каких-то высоких там позициях да но по тем критериям когда у нее которые у нее были высоки это кардио да это защита от тэкдаунов это стойка вот три компонента которые они в принципе какие-то были да они принципе по всем этим компонентам достаточно серьезная просадка произошла особенно по кардио да то есть принципе с ее стилем если у тебя нет кардио ну можно вообще принципе не драться вот тогда он и делают до дожили анджорджу и сделала два тэкдауна да и сделала завалял ее джи-джи оудрич завалял ее джилиан робертс но удосрочил в конце вообще не испытав никаких проблем и как вы думаете почему это один шевченко ее дали да потому что наоборот с не умеет вообще да то есть никакой угрозы тэкдауна от от кейси не будет а в стойке антонина чувствует себя шикарно она и по кардио неплохо она активный агрессивный боец который может драться и в стойке если вы поглядете к ней в клинче на просто начнет разряжаться по вам там просто как отбойный молоток этими коленями своими фирменными в целом неплохой бой провела нас кейси унил да она проиграла но держалась на достойно то есть на бумаге небо не выглядело это так на бумаге выглядело что кейси просто выйдет сомнет но она как бы смяла но для этого как бы понадобилось достаточно много времени да почти практически два целиковых раунда вот побеждала липске проигрывала чукагиан в мерзком бою и кстати вот что казаться касается вот боя чукагиан например да чукагиан стойки с ней ну да чукагиан и заваляла вообще без проблем это не оспаривается да но вот именно когда была стойка в этом бою чукагиан было супер неудобно с ней работать и вот микро моменты которые были в этом бою в стойке она проигрывала то есть антонина была лучше моментами в стойке чем чукагиан вот поэтому стилистически этот бой матчмейкеры и сделали для того чтобы антонина закрыла свои два поражения против бойца который не будет ее бороть антонина быстрее в стойке лучше техничнее она сильнее бьет у нее намного большая вариабельность ударов то есть и кортни кейси на стоит так этот на месте на одном и бьет двойки вот антонина конечно намного больше арсенал ударов она и ногами бьет а скорее всего вообще высечет переднюю ногу кейси и вообще если она но если она опять же не на ровном месте не обосрется тогда она должна вообще этот бой очень легко выигрывать и принципе кортни кейси она может удосрачивать я думаю что должна победить досрочно да действительно здесь особо даже разглагольствовать не чем если смотреть исключительно на стилистику этих бойцов то соперника для антонины подобрали прям того самого для того чтобы закрывать свои поражения она в принципе не удивительно потому что для самоорганизации актив антонины явно сейчас более на руку чем соответственно кортни кейси которую хотят с почестями сопроводить на пенсию в принципе это довольно удобный поединок для того чтобы сделать это и другое антонина должна его выигрывать а кортни кейси благополучно завершать свою карьеру